Дни вспомним и обсудим вместе в эфире программа «Вести Волгоград. События недели». В студии Андрей Метлин и мы начинаем. Чемпионат мира по футболу. Кульминация уже близко. За игрой России и Хорватии следили скрестив пальцы и не отрывая глаз. Незабываемые эмоции четвертьфинального матча в нашем эфире. Укрепляем силы к пожароопасному периоду. Наивысший класс пожароопасности. Профилактические рейды во всех уголках региона, почти в каждом сельском дворе. Какая техника заступает на дежурство и какие меры воздействия ждут нарушителей особого режима. Мальчишкам и девчонкам, а также их родителям. Новый этап благоустройства территории у городского дюца. Какие еще объекты сегодня приобретают современный вид. Зажжем еще один огонек на нашей народной карте памяти. О каких событиях в Великой Отечественной вспоминают жители Быковского района. Им праздник с глубокими традициями. В день семьи, любви и верности. Расскажем о маленьких секретах большого семейного счастья. Чемпионат мира по футболу в России постепенно близится к своему завершению. Ключевой футбольной новостью этой недели, конечно, стал матч 1-4 финала между Россией и Хорватией. К сожалению, одолеть соперника нашей национальной сборной не удалось. Команда с Балкан вышла в полуфинал. Тем не менее, наши футболисты показали настоящий боевой дух и подарили болельщикам незабываемые эмоции. Участие в четвертьфинале мирового первенства навсегда вошло в спортивную историю нашей страны. Накануне за игрой, затаив дыхание, наблюдали миллионы болельщиков по всей стране. В Волгограде тысячи людей поддерживали наших игроков на площадке фан-феста. О том, как это было, Михаил Гариванов. Это была действительно большая история. Большая история, в которой сборная России могла сотворить историю. Но серия пенальти в матче против Хорватии совершилась не в нашу пользу. Естественно, эмоции на фан-зоне после поединка. Но кардинально противоположны те, что были во время поединка, когда Марио Фернандо забил. Но вот теперь сборная России покидает турнир, наверное, с высоко поднятой головой. Но мы действительно ждали от нашей команды. Большего ждал и Волгоград здесь на фан-зоне. Наша сборная сделала все, что могла. Она, во-первых, вышла в плей-офф. Во-вторых, в одну четвертую наши боролись очень хорошо. Я думаю, что, как сказали уже, что мы должны любить нашу сборную. И наш футбол даже независимо от того, что мы проиграли. Голоса, да, тоже нет. Но, с одной стороны, грустно, но, с другой стороны, очень радостно. Опять же, они вышли в одну четвертую за столько лет. Они красавчики, очень красивые голы показали. Это что-то невероятное. Эмоции просто переполняют. В Волгограде давно-давно завершились матчи чемпионата мира, группового этапа, иностранцы покинули наш город. Но фан-зона – это то место, где Волгоград продолжал жить футболом. Да, наверное, Волгоград продолжит приходить сюда, но сборная России была невероятным импульсом. Акинфеев вообще красавчик, Дзюба вообще все молодцы. Показали себя свыше, свыше категории, свыше точки. Мы их любим, уважаем, и будем всегда за них болеть. Россия, молодцы! Если честно, мне кажется, это национальная трагедия, но каждый игрок – наш сборный национальный герой. И я безумно счастлива увидеть потрясающую борьбу. Они молодцы. Спасибо им огромное за это, нашим чудесным игрокам. Волгоград, как и вся Россия, будет грустить эту ночь. Да, ни одна из машин, наверное, уже не будет гудеть на улицах города. Но важно, наверное, понять, что эта сборная сделала, наверное, свой максимум. Хотя, нужно понимать, что этот момент был уникальным, потому что и Германия, и Испания, и Аргентина, и Уругвай, и многие другие звезды, звездные команды уже дома, уже позади. Но мы здесь в четвертьфинале, мы почти, почти вышли в полуфинал. Михаил Гриванов, Владимир Лучкин, Вести, Волгоград, с фан-зоны. После матча Россия-Хорватия. Большой футбол смотрела вся Волгоградская область. Болели и дома у телевизоров, и в гостях, и в многочисленных спортбарах. За игрой следили даже те, кто не мог покинуть рабочее место по долгу службы. С эмоциями настоящих болельщиков познакомилась наш специальный корреспондент Ася Костюченко. В этот самый важный для молодой пары день они не отрываются от экранов. Молодожены и гости следят за сборной России по футболу. Для Владислава и Вероники это первый семейный просмотр матча. Болеем за Россию, болеем всегда в любой массе. Давай Россия! Вперед Россия! В куда более спокойной обстановке матч смотрят и будущие мамы. В перинатальном центре Волгограда для желающих организовали просмотр долгожданной игры. Ирина Крыжановская в ожидании второго сына мальчика планируют назвать Игорем. Тезка вратаря сборной России по футболу должен появиться на свет совсем скоро. Сдержанная природа научила нас и держаться, и волноваться, и положение сохранять. Так что справляемся. Я вообще полюбила футбол в этот чемпионат. Мне даже муж говорит, это ж надо. Жена идет в кухню смотреть футбол. Я вообще прям болельщица такая яра стала. Вот покорница Дзюбе. Трудно представить место, где в этот день не смотрели встречу команд России и Хорватии. Сдержанно за сборную России болеют пожарные спасатели на службе и в любой момент готовы отправиться на вызов. А пока в городе спокойно следят за игрой команды, которая уже подарила стране футбольную сказку. Кажется, эту игру полюбили даже те, кто раньше ею вовсе не интересовался. Волгоградские байкеры поддерживают команду дружным ревом мотоциклов. Это редкий случай, когда байкеры не в дороге. Впрочем, остановка совсем короткая. Главное со сборной быть душой. Каждый поддерживает сборную России по футболу по-своему. Ну а байкеры продолжают болеть за родную команду даже в пути. А вот так всем кварталом переживали за команду в одном из жилых комплексов Волгограда. Голы, опасные моменты, весь матч болельщики были в напряжении. Волгоградцы уверены, что футболисты чувствуют, как их поддерживали в каждой российской семье. Живем в соседних домах. Одна четвертая, 32 года, почему бы не устроить праздник всем. Мы вот здесь домом собрались, мы даже купили оборудование совместно. Мы специально эту атмосферу создали для того, чтобы всем, кто не имеет возможности проехать на нашу фан-зону, потому что здесь все с маленькими детьми ощутили вот эту замечательную обстановку, да, и настроение вот этого кайфа. Эксперты отмечают, это тот случай, когда поражение становится победой. Сборная России не прошла полуфинал, однако впервые сыграла в одной четвертой чемпионата мира по футболу. Достойно встретилась с соперником, вернула веру болельщиков в футбол. Вся страна поддерживает команду, которая прекрасно выступила на мировом первенстве. Россия! Россия! Ася Костюченко, Сергей Усков, Вести, Волгоград, События недели. На уходящей неделе в регионе был дан официальный старт уборочной кампании. Хлеборобы вышли в поля в 19 районах области. Засуха, отсутствие дождей, внесли свои коррективы. Не везде растения сформировались правильно, но в некоторых хозяйствах урожаем довольны. Он превышает 50 центнеров с гектара. В Новоанинском районе зерном засеяно 90 тысяч гектаров. Планируют собрать 250 тысяч тонн. Всего же по итогам первых дней жатвы по области уже обмолочено более 230 тысяч гектаров азимой пшеницы. Собрано порядка 500 тысяч тонн зерна. В лидерах Котельниковский район – 94 тысячи тонн, а также Октябрьский и Калачевский. Там намолотили 80 и 65 тысяч тонн соответственно. На территории Волгоградской области по-прежнему сохраняется жаркая и сухая погода. Надежда на то, что в регион придет циклон и принесет с собой такие необходимые дожди, таяла с каждым днем. Иссушенная почва, пожелтевшая растительность – все это тревожит и спасателей. Пока серьезных возгораний удается избежать, сконцентрированы все силы и средства. В районы направлена дополнительная новая пожарная техника. С первого дня она на дежурстве. Но не менее важно ответственное отношение жителей региона и их добросовестное исполнение требований противопожарного режима. Для области, которая не понаслышке знает, какой страшной бывает стихия, казалось бы, вопрос очевидный. Тем не менее, остаются люди, которые считают, что огонь, вода и правила – это все забота власти. За время действия особого режима с 5 мая нарушителей больше полутысячи. Сотрудники пожарной охраны во всеоружии получают новую технику и намерены использовать ее в борьбе со стихией. Как в регионе готовились к пожароопасному периоду, узнали наши корреспонденты. На страже пожарной безопасности теперь стоит эта современная высокопроходимая техника. Шесть универсальных цистерн готовы к выезду в Волгограде. Еще восемь отправились в муниципальные районы. Базируются они в местах, где риск возгораний в условиях жаркого климата наиболее высок. Например, Николаевский район. На этой территории проблема доступа к водным запасам стоит особенно остро. Обновление автопарка стало возможным благодаря пятилетней государственной программе. За это время планируют приобрести больше 65 единиц спецтехники, а также создать больше 20 новых подразделений в отдаленных точках области. То финансирование, которое позволяет нам это делать, оно принесет свои влады и свои результаты. На это мероприятие у нас создана областная программа, в соответствии с которой мы развиваемся, работаем, и поручения нашего руководителя. То есть это позволяет обеспечивать надежность и защиту всех тех отдаленных поселений, муниципальных районов, которые мы обязаны вместе с вами защищать. Кроме Николаевского, новые пожарные машины получат подразделения Жирновского, Михайловского, Руднянского, Котовского, Яландского, Дубовского и Камышинского районов. В начале недели ключи от техники передали специалистам. Но все меры пожарной безопасности бессильны в борьбе с безответственным отношением. А потому в период действия особого режима наказания за нарушения жесткие. Просим нас понять, что действия будут очень жесткие в отношении нарушений природоохранного законодательства, правилов поведения на водоемах, прибрежной части. Мы понимаем, к каким последствиям это может привести, к трагическим последствиям. И мы нисколько не сгущаем краски. Еще в прошлом году здесь был зеленый лес. То, что осталось сейчас, пепелище. Возможно, здесь не затушили костер, бросили окурок или спичку. Даже оставленная стеклянная бутылка при стечении факторов может стать причиной пожара. В 90% всех возгораний, говорят специалисты, виноват человек. О том, как не допустить беды, местным жителям рассказывают представители районных администраций, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Такие профилактические рейды проходят ежедневно по всей области. В Городичинском районе правила особого режима усвоили. Теперь местные жители помогают сотрудникам МЧС контролировать ситуацию. Во многих домах говорят, в случае пожара смогут справиться самостоятельно. Есть емкость, пополненная вода, есть песок, есть огнетушитель дома. Все для того, чтобы избречься от этого. Во-первых, мы не разжигаем костров. Во-вторых, стараемся, если видим, что разожгли костер, стараемся объяснить, чтобы потушили и не давали дальше. Подробная инструкция, как обращаться с костром, содержится в специальной памятке. Ее тоже вручают жителям частых домов. Тем, кто этими правилами пренебрегает, грозят штрафы. За два месяца текущего года сотрудники государственного пожарного надзора, это на территории Городичинского района, было составлено 15 протоколов по части 2 статьи 20.4 нарушения требований пожарной безопасности в условиях особенного противопожарного режима. За посещение лесов и отдых у костра в пожароопасный сезон граждане заплатят от 2 до 4 тысяч рублей. Должностные лица от 15 до 30 тысяч, а юридическим лицам угощение с дымком обойдется в несколько сотен тысяч. В Волгоградской области продолжает сохраняться пятый, самый высокий класс горимости леса. И природные пожары все чаще возникают по всей области. На территории Волгоградской области на сегодняшний день произошло 1144 пожара. Аналогичный период прошлого года примерно на таком же уровне. Когда горел этот лес в Городичинском районе, не пострадал никто. Но ежегодно в пожарах по всей России погибают тысячи. Только в прошлом году огонь унес жизни почти 8 тысяч человек. Пострадали больше 9 тысяч. В условиях противопожарного режима особенно важно понять. Одна случайно брошенная спичка или окурок может не только оставить кого-то без крова, но и унести человеческие жизни. Алевтина Евтушенко, Виктория Конышева, Георгий Кудряшов и Владимир Лучкин. Вести Волгоград. События недели. В понедельник волгоградцам, которые внесли вклад в развитие самых разных сфер, вручили государственные награды России и награды Волгоградской области. Торжественная церемония впервые прошла в новом зале воинской и трудовой славы администрации региона. Здесь на стенах выбиты более 400 имен людей, прославивших Волгоградскую область на всю Россию. Сегодня их дело продолжают десятки героев нашего времени. Это ветераны Великой Отечественной войны, общественные деятели, многодетные родители и спасатели, спортивные тренеры, телевизионные работники и юные поисковики. Государственные награды получили 25 человек. Успехи каждого, его преданность выбранному делу, продолжение традиций предыдущих поколений. По словам главы региона, большая гордость для всего региона и страны. Жители Волгоградской области гордятся вами, вашими делами, тем наследием, которое вы формируете сегодня. Для меня большая честь от имени президента Российской Федерации, от имени жителей Волгоградской области поздравить вас и вручить вам сегодня высокие награды. В регионе продолжается реализация проектов по благоустройству. Наведение порядка на ряде объектов Волгограде на неделе проинспектировал губернатор Андрей Бочаров. В парке у подножия Мамаева-Кургана впервые была озвучена новая идея создания еще одного благоустроенного пространства, специально для детей. А началась поездка с центрального рынка Волгограда. Его реконструкция проходит с учетом требований к торговым объектам и потребностей горожан. Обо всем по порядку. Лариса Лазука. Убожище было, когда мы говорили сносить. Никто не верил, в том числе, что это все будет сделано. Никто не верил. Все говорили, невозможно. Возможно, оказывается. Внешние перемены на центральном рынке Волгограда начались с изменений внутренних, с возвращения одного из самых популярных у горожан торговых объектов под управление города. Предприятие почти в пять раз увеличило доходы, что позволило направить средства на развитие инфраструктуры. Было грязно, без ремонта. Ничего, более-менее стало. Глава региона отмечает, здесь еще работать и работать, но видимые результаты уже есть. В городе, а в таком, как Волгоград, конечно, должен быть центральный рынок. Хороший, современный рынок, отвечающий самым высоким последним стандартам и запросам людей, которые сюда приходят. Рассчитанный на разную покупательную способность людей. Реконструкция позволила не только создать более комфортные условия для покупателей и продавцов, но и увеличить количество мест. Но сетуют дачники, для них возможности торговать на рынке практически нет. Ряды выстраиваются за территорией. Отсюда гонят, а там выделили места. Три места или четыре. Ну что, вот для меня, для дачников, вот я привезла клубничку, помидор, огурец, перец, малину, смородину, клубнику, красную смородину. Мне некуда будет поставить, вы понимаете. Разрешите бабушкам торговать, но дело в том, что мы здесь живем, пожилые. Сегодня один из вопросов, который для нас стоял, подготовить хотя бы часть территории, того, чтобы она отвечала самым таким высоким, хорошим тандартам. Сейчас этап будет дальше стоять. Продолжение развития всей этой территории. Но в этой территории, конечно, мы учтем, где имеют возможность продавать дачники. Еще один важнейший объект в центральном районе Волгограда – детско-юношеский центр, который получил вторую жизнь после масштабной реконструкции. Андрей Бочаров осмотрел территорию около него, которая тоже преобразилась. И горожане это оценили. А здесь был асфальт такой, покрашившийся, да? Да, да. А сейчас все? Город превратился. Как мы еще лавочки здесь поставили? Здесь еще на лавочке. А что-нибудь такое вот. А здесь все лавочки. Сдорово-сдорово. Так, конечно, сейчас территория, она вообще полностью вписана. У нас ждется. Полностью уже вписана. Сам детский центр уже с весны используется по назначению. Кружки, студии, секции обустроились в обновленном здании. На время проведения в Волгограде игры Чемпионата мира по футболу здесь располагался билетный центр. Перегородки, которые использовались для его оборудования, пригодятся при устройстве костюмерных. На балконе, что выходит в пойму реки Царица, речь зашла о развитии этой территории. Благоустройство ее уже частично выполнено. Поэтапно оно должно продвинуться и дальше. Со временем вид с балкона будет уже другой. Вот наша задача за 18-й конец, 18-го года и 19-й год сделать там. А вот сюда уже мы должны с вами заходить с 20-го года и программу расписывать пятилетнюю. И в мемориальном парке, который уже стал любимым местом отдыха горожан, есть перспективы развития. Глава региона впервые озвучил идею создания здесь современного детского городка. Места для этого достаточно. Людей здесь много. Им нужно дополнительное пространство. Вот одну из территорий, самую большую территорию, большую парковку, мы все-таки думаем использовать ее под именно детский город. Где будет возможность у детей в таком маленьком формате изучать и нашу страну, Россию, и изучать город. Что люди захотят увидеть в этом новом пространстве, еще предстоит узнать. Возможно, через проведение общественных слушаний. Но первую реакцию на саму идею глава региона услышал прямо в парке. От молодоженов Юлии, Данилы и их гостей. В фотоальбоме с этой свадьбы будет фотография с губернатором. Ноу-хау какая-то же. Ну, это клония, да? В фотоальбоме было как раз и с тем, что наши внуки, мои внуки, дети в этот парк пришли и к тому, что уже видели, как растет этот город вместе с тем, как растут наши дети. Лариса Лазука, Александр Беляев. Вести. Волгоград. События недели. Впереди еще много интересного. Вот о чем расскажем во второй части нашей программы. Проблема дольщиков, увеличение доходной части бюджета, организация детского отдыха и не только. Какие вопросы рассмотрели региональные парламентарии на последнем заседании весенней сессии и какие решения приняли? Зажжем еще один огонек на нашей народной карте памяти. О каких событиях Великой Отечественной вспоминают жители Быковского района. Им праздник с глубокими традициями. В день семьи, любви и верности расскажем о маленьких секретах большого семейного счастья. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Вести Волгоград. События недели. Мы продолжаем. Во вторник региональный парламент провел заседание, которым завершил весеннюю сессию. И для законодательной, и для исполнительной власти сезон был непростым. Ситуации в экономике, социальной и других сферах требовали принятия грамотных, взвешенных решений. Вырабатывались они в тесном диалоге с общественностью, в центре внимания и масштабные культурные события. 75-я годовщина Сталинградской победы и, конечно, чемпионат мира по футболу. Итоги работы были подведены в ходе встречи с главой региона. На заседании присутствовал и мой коллега Евгений Кулькин. Заседание областной думы волгоградские законодатели начали с парламентского часа, который был посвящен региональной системе подготовки рабочих кадров для экономики Волгоградской области. Задача обеспечить потребность нынешнего рынка труда сегодня названа в числе первоочередных. Квалификация выпускников должна соответствовать требованиям работодателей. Сегодня работодатели, если хотите знать, они сегодня очень заинтересованы в кадровой политике. И чем не лучше будет подготовка кадров, тем устойчивее будет экономика у нас здесь, на нашей территории. В регионе уже сделаны шаги, направленные на то, чтобы подготовка кадров была качественной, а сами они востребованы. По мнению экспертов, в последнее время успешно реализуется практика взаимодействия в учебных заведениях с предприятиями. 11 крупных промышленных предприятий и 9 колледжей уже работают по системе дуального обучения, главным преимуществом которой является гарантированное трудоустройство. Почти полторы тысячи работодателей региона заключили договоры о социальном партнерстве. На парламентском часе обсуждены дальнейшие шаги по решению этого вопроса. Повестка дня этого заседания была насыщенной. Рассмотрено более 30 законопроектов. Депутаты одобрили исполнение бюджета в 2017 году. Отмечено, наведение порядка в бюджетно-финансовой сфере приносит видимый результат. Было поступление более 85 миллиардов рублей, из которых 60 миллиардов собственные налоговые и неналоговые доходы, и федеральные более 25 миллиардов рублей. Это говорит о том, что к предыдущему 2016 году мы приросли и в федеральных деньгах, и это составило уже 29% федеральных денег. Это говорит о том, что федеральная власть доверяет региональной власти, губернатору Волгоградской области, о том, что выделенные государственные ресурсы эффективно используются, приросли серьезно в собственных доходах. Это говорит о возросшей эффективности экономики Волгоградской области. Тех, кто особо отличился в организации проведения игр Чемпионата мира по футболу, в Волгограде отметят специальным нагрудным знаком. На этой неделе губернатор Андрей Бочаров поддержал инициативу депутатов единороссов об его учреждении. Солидарны с ним и представители других фракций. В Волгоградской области всегда чтили человека труда, те, кто на самом деле продвигал регион своими трудовыми заслугами. Считаем, что здесь тоже самое надо отметить людей, принимавших участие. Мировое футбольное первенство показало, что Волгоград способен принимать события такого масштаба и проводить их на достойном уровне. Гости отмечали хорошую организацию, в регионе постарались сделать все, чтобы им было комфортно. Жители принимали болельщиков радушно. Эффект экономический от притока тысяч гостей только предстоит подсчитать. Однако важнее сейчас сохранить эту туристическую волну, чему и должен способствовать закон о развитии туризма. Сегодня был принят закон, базовый закон туристической деятельности, который позволяет сформировать дальнейшую платформу для увеличения туристической привлекательности города Волгограда. Тем более, повторюсь, база для этого существует. Построены гостиницы, создан инфраструктура, аэропорт. Поэтому я думаю, что формирование былого облика величия Волгограда как туристического центра это основная задача, которая стоит и перед администрацией Волгоградской области, и перед областной домом. Депутаты утвердили треть нового созыва общественной палаты. Это 10 человек. Свою десятку кандидатов утверждает глава региона. И в августе эти люди уже вместе сформируют третью десятку. Наша десятка, скажем так, состоит из просто суперпрофессиональных людей, весьма авторитетных. Ни у кого вопросов не возникло к тому, а их внутреннему статусу. Они, многие из них, работали в общественной палате, награждены государственными наградами. Перемены в составе молодежного парламента Волгоградской области. Также решением областной думы сформирован обновленный состав. Мы ждем новую энергию, новые мысли, новые идеи. Ребята бы доказали, что они могут работать. Их инициативы, они интересные, они новые. Есть новости для тех, кто проявляет особые успехи в учебе. Принят закон об именных стипендиях учащимся. В частности, одна из категорий, которая получит материальный стимул, отличники, медалисты и выпускники, которые успешно сдали ЕГЭ и набрали по двум обязательным учебным предметам не менее 70 баллов по каждому при поступлении на очное отделение в вузы области. И еще одно решение депутатов касается казачьих обществ. Теперь они смогут арендовать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. Эта мера должна способствовать комплексному развитию сельских территорий, созданию новых рабочих мест, а также вовлечению в хозяйственный оборот невостребованных земель. Сегодня нельзя на одну основу ставить с комической организацией или с фермерско-крестьянским хозяйством наше общество казачье. Поэтому и принят сегодня закон, который гарантирует выделение земельного участка без конкурса именно казачьему обществу в границах, там, где они сегодня конкретно проживают. Будь то это хатарское общество или окружное общество казаков, для решения своих экономических вопросов. Подводя итоги полугодия, Николай Семисотов подчеркнул, что этот период был насыщен событиями, знаковыми для региона и страны. Это 75-летие победы в Сталинградской битве, подготовка и проведение в регионе игр мирового чемпионата по футболу. Повестка Думы формировалась с учетом приоритетов развития региона. Евгений Кулькин, Лариса Лазук, Александр Беляев. Вести Волгоград. События недели. ГТРК Волгоград ТРВ продолжает патриотическую общественную телевизионную акцию «Народная карта памяти». Сегодня новая точка в поселке Приморске Быковского района. Я передаю слово ведущей проекта Надежде Кулешовой. В период Сталинградской битвы в Быковском районе боев не было. Однако там располагались военные аэродромы, там оставались мирные жители. В память о жертвах, авианалетах, врагах и погибших, солдатах и офицерах. В поселке Приморском установлено несколько мемориалов. За годы их существования они не раз меняли свой облик и даже место расположения. В годы войны поселка Приморск еще не существовало. Населенный пункт образовался из пяти сел только в 1958 году. Активных боевых действий на территории Быковского района не велось. Но с первых дней Великой Отечественной это была прифронтовая зона, где формировались и базировались многие части Красной Армии. В том числе знаменитая 13-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Александра Радимцева. Конечно же эти села приняли на себя вот эти тяготы Великой Отечественной войны. Там базировались и аэродром летчиков, и летчики были на квартирах у жителей. И подверглись бомбардировке как и летчики, так и мирные жители. С первого до последнего дня Сталинградской битвы из 49 соединений 8-й воздушной армии на территории Быковского района базировались 37 полков и дивизий. Жители Приморской и других соседних сел стали свидетелями радных подвигов воинов-авиаторов. В ноябре 1942 года группа вражеских самолетов сбросила десятки авиабомб на левобережье. От прямого попадания на одном из аэродромов сгорело 16 советских самолетов. Погибло немало летчиков и рабочих из числа обслуживающего персонала. Кроме этого фашистами было сожжено множество жилых домов. Они совершали вылеты отсюда боевые, они ранены были в госпиталях, некоторые умирали. И все захоронения, которые были в Великой Отечественной войне, потом перенеслись сюда. Сегодня в центре Приморска расположено три воинских захоронения. Братская могила в память о воинах Советской армии и мирных жителях, погибших при налете вражеской авиации. Мемориальный комплекс венчает фигуры скорбящей женщины, по обе стороны от которой установлены небольшие плиты с именами односельчан, погибших в годы войны. Неподалеку и братская могила авиаторов. Здесь покоится 17 летчиков 8-й воздушной армии. Памятник вообще установлен был в 1972 году. Он был перенесен со старого кладбища, находившегося на берегу Волги. Находилось старое кладбище, а потом в связи с переселением уже сюда, здесь происходило перезахоронение. А стела сама, вот эта вот большая, установлена была в 1988 году. Еще одно памятное место для жителей поселка – могила героя Советского Союза Павла Афанасьевича Семенова. Фигура со знаменем, выполненной из бронзы. Капитан танковых войск погиб под Сталинградом 25 августа 1942 года. Батальон с его танком уничтожил 6 танков, 4 бронемашины, 6 ПТР, 68 автомашин с пехотой и грузом. Истребил до 400 человек с пехотой противника. К сожалению, Семенов был тяжело ранен. Врачи сделали все, что могли. Но и спасти жизнь капитану Семенову не удалось. Имя героя Советского Союза носит одна из улиц Приморска, а также местная школа, в которой уже 35 лет работает музей «Красная гвоздика». Работники музея бережно хранят все реликвии и экспонаты. У каждой вещи своя история. В экспозиции и памятные альбомы с фотографиями героев летчиков 8-й воздушной армии. Работая в музее, мимо меня визуально проходят истории в фотографиях, письмах, документах. И мне невольно вспоминается история моего дедушки, который является кавалером Ордена Славы, с которым, когда я была маленькая, мы ходили на парады. К сожалению, сейчас моего дедушки уже нету, и мы, все родственники, каждый 9 мая выходим на бессмертный фолк с его фотографией. Мой дед, так же, как Семен Павел Афанасьевич, был танкистом, и он погиб в танке под Ельней. Я знаю о нем только из рассказов своей бабушки. Никогда не видя его, имея только портрет, конечно, очень горжусь своим дедом. Собирала о нем информацию, он погиб в 43-м году, и сына своего назвала в честь деда. Жители Приморска считают своим долгом не только хранить память о героях-защитниках Сталинграда, но и передавать историю следующим поколениям. Эти мраморные плиты хранят память о тех, кто сражался за свободу и независимость Родины. Здесь десятки фамилий, не только солдат, но и мирных жителей, которые погибли при обороне Сталинграда. Надежду я предлагаю нанести братские могилы в поселке Приморск на народную карту памяти. Да, Кристина, сегодня на нашу народную карту памяти мы наносим еще одну точку. Вечный огонь загорается в поселке Приморском Быковского района. Эту и десятки других историй вы всегда можете найти на нашем сайте волгоград.рв.ру. Мы призываем каждого из вас присоединиться к проекту ГТРК «Волгоград. ТРВ». Если в вашем районе или поселении есть братская могила, живы воспоминания о героях этой земли, давайте вместе дополним нашу интерактивную народную карту памяти. Сегодня вся страна отмечает День Семьи, Любви и Верности. Он посвящен памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей счастливого брака. О том, что такое крепкое семейное счастье, не понаслышке знает пара из Городищенского района. Чета Гутеровых воспитывает восьмерых детей. В чем секрет счастья их семьи, узнали наши корреспонденты. Взаимная поддержка – главная ценность в семействе Гутеровых, как и во многих других. Они любят проводить время вместе, общаться, помогать друг другу. В большой семье и узы крепче. У нас три мальчика – старший, средний, младший, а остальные – девочки. Остальных – пять. Всего в семье растет восемь детей. Старшей дочке в этом году – тридцать, самому маленькому – семь. Альфия Гутерова – многодетной мамой стать никогда не мечтала, но детей любила всегда. По профессии она – воспитатель. У меня многие спрашивают, как вы живете? Я говорю, не знаю. Живем и живем. Местные фермеры, например, помогают в зиму с овощами. Вот так, говорят Гутеровы, просто с Божьей помощью и поддержкой неравнодушных решается материальный вопрос. И к воспитанию в этой семье подходит серьезно. В любимчиках не ходит никто. У нас все одинаково баловались. Баловались, может, был один ребенок. А так привыкли уже даже разговаривали. У нас все одинаково идет. Как родители смогли поставить на ноги восьмерых, искренне удивляются и сами дети. Четвертый ребенок в семье Анна недавно сама стала мамой во второй раз. Девушка признается – не знала, что это так трудно. Но мечтает о такой же крепкой семье, как у родителей. И за советом всегда идет к маме. Мама все давала. Я всегда сама спрашиваю. Сейчас спрашиваю, никогда не спрашивала. А сейчас спрашиваю, мама, как ты это все делала и делаешь. Как вот так вот, что все у всех было. Самые старшие вспоминают – ревности к малышам никогда не было. Да и роль няни брали на себя с удовольствием. И помогал в воспитании младших. Когда они были очень маленькими, даже вплоть до того, что выходили на улицу с ребятами, я был постоянно с коляской, постоянно нянчился. Когда уже подросли, на брод стали, они как-то где-то помогали. Сегодня даже самые младшие подросли и уже помогают родителям присматривать за внуками. И совсем как взрослые точно знают, чего хотят от жизни. Кем хочешь стать? Пожарником. Пожарный? Почему? Потому что это важная работа. Надо все дома отучить. Любимый праздник семьи Гутеровых – День пограничника. Папа служил в этих войсках. Но, несмотря на это, 8 июля праздник всех счастливых семей по праву может стать еще одним особенным днем в календаре этого большого и по-настоящему дружного семейства. Просто прожитое, прожитое, зря, не зря. Но не в этом понимаешь ли соль. Слышишь, капают дожди октября. Сидишь, старый дом стоит средь лесов. Виктория Скоропада, Левтина Евтушенко, Георгий Кудряшов. Вести Волгоград. События недели из Городичинского района. И в завершении выпуска узнаем, какой будет погода в ближайшие сутки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И к этому часу все вести. Запомните эту неделю только с лучшей стороны. Всего вам самого доброго и до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok